МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 11 февраля в субботу с 11 до 13 часов пройдет 10-й семинар онлайн-школы для приемных родителей, сообщает Телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. На занятиях школы психологи детально раскроют тему трудного поведения приемных детей. Узнать подробнее о школе и посмотреть расписание семинаров можно на сайте отказники.ру. Ведущими станут Алена Синкевич, Анна Корзун и Алена Маликова, психологи проекта «Близкие люди». Принять участие в семинаре может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться, пройдя по ссылке, опубликованной в Телеграм-канале. Семь причин записать ребенка на бесплатные курсы программирования публикуют в Телеграм-канале Советского района. Ученики 8-11 классов могут бесплатно пройти IT-курсы в проекте «Код будущего». Сейчас проводится до набор. Это поможет смотивировать детей к учебе, изучить иностранные языки, развить творческие навыки и правильно выбрать будущую профессию. Выбрать курс и подать заявление можно на госуслугах. Школьник должен пройти вступительное испытание, изучить материалы первого модуля и решить тест по его итогам, а потом начать обучение в группе со второго модуля. Подать заявку может сам школьник, его родители или иные законные представители. Учиться можно будет онлайн и офлайн. Продолжительность обучения – 144 академических часа. Количество мест в группах ограничено. В Кировском районе прошли соревнования по лыжным гонкам «Самарская лыжня», говорится в Телеграм-канале. Лыжные состязания прошли в лесопарке имени 60-летия советской власти, на лыжной базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 11 имени Ольховского. Соревнования проводились под руководством опытного общественного тренера из Кировского района Владимира Денисова. Участников, занявших первые, вторые и третьи места в каждой возрастной группе, наградили медалями и дипломами. Спортсмены получили настоящий заряд бодрости и море положительных эмоций.